Это не я! Это не я его убил! Он сам подох! Сам! Сам! Подох! Ивент Огонёк. Интервью с интересными людьми. Ты родился в Ульяновске, да? У тебя сейчас кто-то из родни там есть? Да. Кто-то остался, да? Да. Мама живёт. Мама живёт, брат, семья. И как они сейчас переживают? Как-то отличается? Ты с ними общаешься? Как-то отличается? Ну, маме только тяжело то, что она не может так много и свободно ходить. Я стараюсь ей говорить, мама, пожалуйста, посидите, вы сидите дома. Но она не может сидеть на одном месте. Ты часто к маме ездишь? Нет, к сожалению, не часто. Вот последняя оказия случилась как раз в самое начало. Конец марта? Конец марта, 20-го, 17-го, 18-го мы поехали. У меня должен был концерт в Самаре, в филармонии, и в Перми. Мы поехали на машине из Москвы. Доехали практически до Ульяновска. Самара обрубилась. Сказали, на следующий день уже всё, мы закрываемся на карантин, концерта не будет. И в Перми тоже, ну, побыли, 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 побыли в Ульяновске три дня. Кобыли. Кобыли. Три дня пообщались, там съездили, что-то помогли. Маме на дачу что-то отвезли какие-то. Благопогода позволяла вообще. Солнце плюс приличный. Ну, как на зло, это же всегда так. Под 20 градусов было тепла. Когда тебя наказали, нельзя на улицу, а там солнце. Все вдвое гуляют. Ну, ещё пока не было такого. Просто что-то витало в воздухе. Но такого запрета на хождение не было. Совсем-совсем. Потом всё это как снежный ком. Каждый день всё. Что-то новое и новое ограничение, запреты. Поэтому. Сильно это вообще, ну, было какое-то у тебя ощущение, когда вот начали отменяться концерты, переноситься. Что ты почувствовал? Ты можешь сейчас спорить? У меня не было паники почему-то. У меня не было паники. Было обидно, потому что уже много сил потрачено на подготовку. Но какой-то паники. Вообще было какое-то ощущение нелепости происходящего. Просто как бы такая забавная, что происходит. Абсолютное ощущение нереальности происходящего. И, не знаю, достаточно иронично я на эту историю всю смотрел и смотрю. Потому что, видимо, жизненный опыт даёт себе знать. А что ты имеешь в виду? Ну, потому что через что только не пришлось пройти в своё время. И через нищету, и через вообще, ну, как бы студенческие годы. 90-е годы, конец 90-х. Вообще было очень-очень-очень тяжело. Но мы прошли через всё. И даже в 2000-х годах, когда я остался без работы, тоже было ощущение, как бы, а что, куда, чего. А что тогда произошло, когда ты остался без работы? Что это было за период? Ну, один проект закончился, и в другой не попал. Всё очень просто. Я никогда не сидел в одном театре на ставке. А ты предлагали какой-то вариант, типа, придите к нам в театр, будьте нашим... У меня был один период, буквально три месяца я поработал на ставке в Театре Рыбникова в Москве. И после этого наши дороги разошлись, и у меня никогда желания не было. Даже в тяжёлые времена, там, два, три, четыре года без проектов. То есть, когда такое настало, я пошёл... Ну, Господь меня привёл в монастырь, в храм, и я начал петь в церкви. В приходском хоре и в воскресном хоре. А сколько тебе лет было, когда ты начал петь? Ну, это было 29, наверное, 28, какой-то год, 2007-2006. Ну, да, 28 лет. А родители у тебя религиозные? Как ты пришёл к этому? Нет, какой-то воцерковлённости особой никогда не было. Мама меня крестила уже в сознательном возрасте, когда я был пионером. Я пошёл в пионерском галстуке в церковь, крестинцы. Это максимально такое. Это максимально, да, да. Поэтому мама говорила, что можно как бы... Ну, не ходить в церковь, можно не ходить в церковь. Бог должен быть в душе. И это главное. Если необходимость есть, можно и сходить. Если нет необходимости такой, то главное верить в душе и стараться не нарушать ни заповеди, ни грешить. И в общем... И в таком роде. Петь в церкви нужно достаточно многому научиться, чтобы в церкви петь. Быстро у тебя произошёл... Входа в это русло? Да, вход в это русло. Был опыт. И я даже когда-то и читал с листа какие-то достаточно простые вещи. Но мне пришлось это вспоминать и заново быстро всё осваивать. Благо внутренний как бы хороший слух, гармонический слух мне позволял где-то встраиваться, где-то быстро искать, чтобы это самое... Конечно, не обходилось и каких-то косяков, но не так, чтобы не криминально. Особо какой-то фальши не было. Просто пел периодически свои ноты в партненском, ещё в чём-нибудь. Это очень сложно. Я смотрел вот эти теноровые партии, там же постоянная тесситура, постоянная нагрузка. Да, да. Но там манера пения другая, как бы спокойная, приближенная к моей, к мюзикловой, наверное, чуть более округленная манера пения. Да, где-то приходилось нелегко, потому что службы тоже длинные, где-то как минимум от двух часов и до четырёх, наверное, четырёх с половиной часов петь непросто. Просто бывало, что и уставший сильно приходил, тем более некоторые службы приходили, начинались очень рано. В восемь, в девять утра прийти и петь уже каким бы то ни было голосом... То есть надо встать в пять утра, чтобы хотеть... Ну, нет, нет, это невозможно было. Всё равно служба в девять, если недалеко, если до монастыря, в восемь встаёшь, там пока чего, раскачался, вышел без пятнадцати, к девяти пришёл к службе. Как восстановить аппарат после того, как у тебя такая большая нагрузка идёт? Не заморачивался просто. Ну, пение, не пение, либо молчание, либо какая-то подготовка. У меня не было возможности не восстанавливаться. Просто молчал, да? Получается, перед там утром ты отпел, вечером тоже служба, да, уже через несколько часов. Сейчас ты пойдёшь где-то, ну, в духовном пении есть? Очень-очень-очень редко, если я только на праздник какой-то попадаю в монастырь свой, в котором мне посчастливилось быть и сопричаствовать к появлению там профессионального хора. Потому что до того, как я там появился, там пели семинаристы. Семинаристы и послушники, монахи, сами такой, как бы, немножечко самодеятельность, но как бы на своём таком уровне. А когда я появился, я стал подтягивать туда профессионалов. То есть мы, регент хора, он же послушник этого монастыря, монах, иеромонах Александр, получил благословение создавать профессиональный хор. И постепенно, постепенно я стал притягивать туда своих коллег, оперных певцов, певцов, профессиональных хористов. И постепенно получился такой очень мощный, серьёзный костяк хор, который состоит из солистов оперных даже. Процентов 25-30 было оперных солистов, которые могли очень красиво озвучить, там какую-то просолировать партию. И это действительно очень здорово. Но которые при этом же и звучали в хоре мощно, и добавляли какой-то окрас в тембральный. А как, в какой-то момент у тебя появился проект или несколько проектов, и ты начал отходить от этого, от церковной музыки. И как это произошло, расскажи. Ну, параллельно с этим я какие-то сезоны начал ездить, познакомился с руководителем хородонских казаков в Вене, в Австрии. Как это произошло, как это произошло? Ну, друг мой, с которым я познакомился очень-очень давно, где-то в 2000 году, когда я ещё учился в ГИТИСе, мы очень долго дружили. Он гораздо старше меня. Он был тогда, ну, скажем, меценатом, как сейчас это называется, каких-то праздников, назовём их светских, раутов, какие-то праздники. Вечеров, да. Вечеров, да. Он накрывал стол, он приглашал, как бы платил за артистов. Ну, что-то из серии, там, черешневый лес, вот такое, да? Ну, что-то типа, но в более мелком таком, наверное, формате. Но, в общем, да, ему всегда было интересно что-то продвигать, какую-то культуру, певцов поднимать, помогать в этом направлении. Да, да, и вот в 2007, спустя 7-8, наверное, лет, он съездил в Австрию, познакомился вот с этим хором донских казаков, с руководителем, и, приехав, рассказал мне об этом. Я, в свою очередь, когда уже у меня появилась такая навязчивая идея всё-таки поехать в Европу и покататься, и вообще посмотреть, что это такое, взял билет, приехал, получил визу, приехал, познакомился. Мы пообщались, и они меня пригласили в первый тур уже летом, через три месяца, приехать и съездить с ними по нескольким городам, дать концерты. И как солисты, да, к ним? Ну, там вообще хор солистов. Там даже не на 30%, а на 60%, на 70% хор состоит из оперных солистов разных стран и разных городов. Екатеринбург, Москва, Самара, Петербург. То есть это не реально казаки, а это просто под брендом? Да, это собираются со всего практически мира, со всей Европы съезжаются. Много, там, часть большая из Болгарии, реальной Болгары. Кто-то из Чехии, из Словакии, кто-то живет, там, армяне есть. Мой друг Гургей Анафтепян, прекрасный там профессор и педагог, и оперный певец, и попел он с Домингой совсем. То есть реально там оперные звезды собираются. И хоровые, и оперные звезды. И такие мощные концерты дают по 2-3 концерта в день. Иногда разделяются по группам. Одна группа едет в один город, другая в другое. И вот так вот 50 дней там подряд, ну почти 2 месяца, даже больше, 2,5. С ноября по середину января такой огромный тур с ежедневным. Как ты выжил в таком режиме, первый раз? Ну первый раз я поехал летом на неделю. Недельный был тур, достаточно небольшой. Мне очень понравился. Я ездил на своей машине, в свою машину уже сажал людей, артистов. И балетная труппа даже приезжала. И мы ездили по Чехии, Словакии, доехали почти до границы. Из Вены до границы с Украиной, через всю Словакию. И там дали концерт и вернулись. И вот уже зимой меня пригласили, они в большой, огромный такой тур зимний. И я поехал. Собственно, вот как бы... С этого началось дальнейшее продолжение. Да, наше сотрудничество. К чему это привело, я скажу чуть позже. Но, ну как бы параллельно с этим оставалось немножко времени для... Оставшееся времени для монастыря, для приходского храма. Вот это дало мне как бы возможность просуществовать, выжить. Деньги, конечно, были не ахти. Не огромные, но кормить семью можно было. Скажи мне, какие ты качества, по твоему мнению, взял от своей мамы, от отца? Можешь рассказать, как ты чувствуешь? Ну, первое, что приходит в голову от мамы, наверное, терпение. Потому что мама очень много пережила и очень много терпела, перетерпела. И возможность все проглатывать, переживать и проживать внутри себя. И выносить из этого максимально какие-то, максимально позитивные вещи. То есть всегда позитивный взгляд на жизнь. Вот, наверное, вот это. Ты производишь впечатление человека, который может очень-очень много в себе накопить. И как ты это для себя потом выплескаешь? В любом случае, в чем-то ты себя выплескаешь? Помимо творчества. Понятно, что творчество, оно съедает большую часть. Ну, если сравнивать мозг, сознание человека с компьютером, то у меня действительно очень большой запас, как бы очень большой емкости, жесткий диск. То есть там огромное количество информации, нужной, в основном нужной. И в какой-то момент эта информация каким-то образом складируется, достается из самых дальних уголков и выдается в моей основной, наверное, профессии актерской. Воспоминания, эмоции от этих воспоминаний, от переживаний, они вот выходят. Ну, наверное, так у каждого актера просто. То есть твой способ проживания и переживания на сцене – это от внутреннего к внешнему? Чаще да. Чаще да. Чаще да. Но ты же знаешь, что есть два. Конечно, может быть два. Грубо говоря, условно два варианта, да? Да, 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 условно да. Но, наверное, у каждого все-таки он свой. Своя кухня. Своя кухня. То есть для меня важнее, наверное, вспомнить, как это было, как это действительно может быть. В голове сформулировать эту картинку, построить для себя какую-то внешнюю оболочку, а потом уже ее изнутри обживать и наполнять. Вот какой-то такой сложно смешанный. Это то есть от внешнего к нужно. Это тоже очень крутой ход, потому что мне кажется, что в любом случае у всех в его органике удобен способ такой, который будет комфортен. Тебе действительно, ну, как бы опыт уже позволяет от того, что тебе в данный момент действительно необходимо, и ты понимаешь, что вот за это ты можешь зацепиться, а здесь взять от партнера, а здесь взять просто эмоционально наполнить, вспомнить, о чем это и что ты хочешь. Что ты хочешь. Если на примере, в роли, который ты выходил, Ромашова, всем известная книжка «Два капитана», спектакль «Нордост», я так помню, что ты выступал в нем уже в гастрольной версии. Да. Через два года после тех событий. За что ты зацепился в создании этого образа? Ты смотрел, как исполнял? Да, конечно. Ты ведущий артист? Конечно, конечно. Я... Дело в том, что вообще весь мюзикл «Нордост» был от и до сыгран и срежиссирован самими авторами. То есть они совместно с постановщиками, с педагогами по актерскому мастерству, они совместно все абсолютно практически выверили до миллиметра. Все мизансцены, все эмоции, почти все интонации. И тот смысл, который должен донести один персонаж до другого, один актер до другого, до своего партнера. Абсолютно все было очень четко застроено. Оставалось только наполнить это своей органикой, включиться в это. И это было очень легко в той форме, которую они предлагали. Вот это называется «от внешнего к внутреннему». Ее нужно было... Ты просто повторял то, что физически застроено, с физических действий, и оно вызывало эмоции. У тебя определенную, а у зрителя может быть другую, кардинально противоположную, но вызывало очень мощные эмоции. Поэтому он... Этот мюзикл совершенно фантастическим образом воздействовал абсолютно на всех, кто его смотрел. Ты смотрел фильм последний, Екатерина Гордеева, про Норд-Ост? О Норд-Осте, о мюзикле, да? Нет, о тех событиях, которые были. Ну, которые в теракте. Да, да, да. Наверное, не уверен. Можно бы смотреть. Я оставлю ссылочку тоже для тех, кто не смотрел. Где ты был и как-то узнал о том, что там происходило? И имел ли ты какое-то отношение к этому проекту, когда произошло это событие? Конечно, непосредственно. Я неоднократно об этом говорил. Я, когда закончил ГИТИС, как раз 2002 год, накануне, собственно говоря, терактов. Мюзикл Норд-Ост уже шел первый сезон, он уже заканчивал первый сезон. И некоторые из артистов, устав от ежедневного проката, то есть это 34, 32, 34 спектакля в месяц в течение года, решили закончить контракт и разорвать отношения с мюзиклом. Некоторые, не все. И, собственно говоря, мюзикл объявил докастинг, добор на какие-то роли, на какие-то линейки. А так как Алексей Ивашенко дружил с нашим мастером курса Игорем Николаевичем Ясоновичем, он ему предложил, говорит, вот у меня как раз курс выпускается, давай придут, посмотришь, ну покажутся, что они могут. И у нас несколько человек пришло в этот мюзикл, летом мы пришли, показались, прошли кастинг, там, два или три человека, а, собственно говоря, решили дальше работать, репетировать и играть, решил только я один. И я начал учить роль ансамблевой как раз летчиков, и мне дали как бы второй состав условно Ромашова. Что вам нужно? Вы кто? Ромашов, это вы? Это я виноват, напугал. Я тут чудом попал на спецрейс из Москвы. Волновался ужасно, повсюду искал. Под бомбежкой весь город пешком прошагал. И нашел, слава богу, живых. Так продолжалось две недели в августе. Музыкальный руководитель, который разучивал со мной партии и ансамбля, и Ромашова, она же работала тогда в готовящемся к выпуску Чикаго, мюзикл Чикаго, который должен был стартовать в конце сентября. И как-то с ней репетировав, я спросил, ну как у вас там джаз? Я очень любил джаз, я слушал его. Как там у вас джаз-мюзикл Чикаго сыграет что-нибудь? Что там есть для тенора вообще интересного? Опять она мне показала для контр-тенора эту партию. Я говорю, а вот так вот, он говорит. Тут же позвонила Филиппа Киркорова, говорит, у нас есть еще состав Мэри Саншайна. Это роль. Ну сразу роль, это не ансамбль. Ну и как-то я недолго думая, свернул репетицию Норд-Оста и мне предложили, в общем, контракт в Чикаго. Туда я пошел, тем самым Татьяна Солнышкина, в общем, спасла меня от теракта. Неизвестно, чем это закончилось. Отвело, да. Она мой ангел-хранитель. Что ты почувствовал, когда... Я уже, как бы, мы репетировали, мы уже общались, мы уже дружили с многими артистами, почти со всех. Я всех знал, когда случился этот теракт. У меня был спектакль, как раз я играл в тот день, в тот вечер в мюзикле Чикаго. Во время второго акта как раз пришло известие, что почему-то сначала говорили, что Ноттердам. Потому что Ноттердам шел параллельно, Ноттердам я бы... Ну, Театр Аперетты, захватить это в самом центре Москвы, я думаю, какой-то бред. Так даже, в принципе, история вся про терроризм, она как бы... Ну, как бы всегда. И все были готовы к чему-то всегда. Теракты происходили, взрывы, еще что-то там, еще что-то. Поэтому, как бы, эта мысль о том, что захвачен Ноттердам, Театр Аперетты, для меня казалось какой-то утопичным. Мне казалось, что это невозможно. И вот только приехав домой, уже после спектакля, я включил... Включаю НТВ, телевизор, и, значит, загорается картинка, и внизу надпись. По телефону из захваченного террористами зала на Дубровке Татьяна Солнышкина. И вот она рассказывает, что происходит, собственно говоря, в самом зале. Она оказалась в самих заложниках, потому что она играла в оркестре на клавишах. И сидели вот они три дня. Это, конечно, было у всех тех, кто не попал туда, потому что большая часть артистов, те, которые не были в этот момент на сцене, а были за кулисами в гримерках, им удалось уйти. Алексей Ивашенко их всех собрал, закрыл двери на сцену, попал по костюму. Костюмы связывали, со второго этажа спускались, он сломал, упал, сломал ногу, Алексей Игоревич. Но большая часть актеров благодаря ему была спасена и была в безопасности. Но практически все три дня они находились вот там, около захваченного террористами здания. Я не мог поехать туда. В принципе, тогда была очень сложная история с регистрациями. Нужно было быть зарегистрированным в Москве. У меня не было ни регистрации, ни прописки. И я, опасаясь, что будут какие-то проверки документов, туда не смог поехать. Я остался дома, но все эти три дня было, как в замедленной съемке какой-то ужаса происходящего. Я видел друзей, лица друзей и знал, кто там находится, кто внутри, кто снаружи, кто спасся и кто сидит там. И постоянная угроза взрыва, и постоянная угроза расстрела, и еще чего-то. Как сейчас, казалось, чем-то абсолютно не поддающимся объяснению. Не хотелось верить. Когда я думал об этом вопросе, у меня тоже появилось сравнение, параллель с сегодняшней ситуацией. Ты упомянул о том, что артисты мюзикла зачастую, ну, каких-то таких проектов типа стейджа или тот же балл вампиров, тебе это приходилось играть подряд огромное количество спектаклей. Ну, огромное, ты упомянул, там, 20-30 спектаклей. Ну, 34 в месяц, в течение года, например. В течение года, для меня это, ну, вообще, ну, то есть, для этого непонятно. Как это может, вот такое вот количество, не превратиться для артиста в какую-то роботизированную историю? Как ты для себя это перевоплощал каждый раз? Как ты это проходил? Или ты пуленепробиваемый, ты выходишь и работаешь? Ну, во-первых, есть слово «надо». Во-вторых, никто не отменял эту автоматизированность и роботизированность, потому что, когда ты изо дня в день делаешь одно и то же, это на Западе, как бы, для них это абсолютно нормально, и никто не запаривается о том, что ты как робот, как конвейер выходишь и каждый день выдаешь как-то там свой стопроцентный результат, да? Это у нас система образования актерского, там, школа Станиславского, одна, вторая, третья. Выложится полностью. Выложится полностью подготовка эмоциональная, затрачивание. И каждый месяц, да. Ну, не раз в месяц, но там нужно энергию, эмоции и желание работать и играть. Нужно копить, да, и нужно хорошо, когда оно накапливается. А когда ты полностью выплескиваешь и растрачиваешь все за один вечер, где тебя взять на следующий вечер. Помогала та система, которую привезли Ивашенко и Васильев из Бродвее. Как раз-таки на 75-80% работая по внешней схеме. Потому что зрителя не волнует. Устал ты, накопил ты, не накопил ты. Зритель коммерческого проекта должен приходить и видеть результат и рассказывать о чем-то фантастическом всем своим друзьям, чтобы и те приходили на этот спектакль. И приходили и приводили своих друзей. Поэтому результат должен быть, если ты можешь выдать 100% один раз в месяц, то вот за счет техники ты должен выдавать каждый день в течение месяца ну, там, 80-90%, 95%, чем больше ты выдашь. Но с помощью техники и с помощью технических средств своих профессиональных, тем ты будешь более стабилен и более эмоционально восприимчив, устойчив к этому. То есть два разных подхода. Технические два разных подхода. Но, грубо говоря, это все равно ремесло. Это ремесло абсолютно. Это абсолютно ремесло. И когда у нас некоторые артисты воспринимают это все-таки как, ну, супер переживай, я сегодня не накопил, там, еще что-то, еще что-то. У тебя есть, как ты правильно сказал, да, есть зритель? Как бы я, знаешь, есть разница, я сегодня не накопил, ну, я сегодня не накопил. Ну, как бы так, поехали дальше, завтра будет лучше. То есть все время, как бы ты, ну, сегодня вот так, вот как-то произошло. Может быть, неправильно, никто не спорит. Бывают ситуации, прости, что перебил, бывают же ситуации. Вот Хабинский в одном интервью сказал, что, ему задали вопрос, что бывает, что вы думаете о чем-то другом, нежели, когда играете спектакль, вы думаете абсолютно о другом. Что там вечером будет? Он говорит, ну, должна быть перспектива вечера. То есть ты играешь, но все равно ты идешь к какой-то цели. Да, на результат спектакля может работать все, что угодно. Действительно, от твоей цели, от твоей, к чему ты идешь, действительно, что тебя ждет после спектакля, о чем ты думаешь, что будет завтра. Это может помогать, может и мешать. Можешь вспомнить самый тяжелый период, когда был пик, пик балла, балла вампиров, когда тебе приходилось из Питера утром играть здесь, вечером здесь, приезжать, несколько проектов. Нет, с баллом вампиров связана другая история. Это был 13-й год, когда я работал. И в Германии, и здесь, да? За шесть месяцев я сыграл что-то около двухсот спектаклей. Звучит музыка. Больше. 220, что ли? 220, 230. Ты даешь себе отчего? Да, я в воскресенье заканчивал там дневной спектакль в Берлине. В понедельник летел утром в Петербург и играл уже вечером в Петербурге на русском языке. Ты помнишь какую-нибудь историю, когда у тебя, не знаю, ты поешь на русский? Ну, это поначалу было. Вот я когда уехал в Берлин, все выучил там окончательно, там за две недели, за неделю застолбил этот текст, вышел, да, с маленькими помарками, ошибками, что-то где-то, что-то забыл, но все равно вышел на спектакль, это стресс, отработал несколько дней, неделю, уже вошел в этот ритм, в немецкий, да, в немецкий текст, все, артикуляция во что, думаю, ну, сейчас я приеду, какой у меня будет понятный текст на русском. Речь. Я приезжаю, не могу понять, как вы это поете на русском языке, все по-другому. И тогда на эмоциональных каких-то там крючочках у меня вылетали некоторые немецкие фразы, но это так, можно было не заметить, тех, кто не знает. Забавно. Ну, потом как-то научился переключаться. То есть ты был неделю через неделю, да, примерно? Нет, нет, я приезжал, был вампир в шоу, там, примерно 10 дней через, ну, в каждом месяце. То есть каждый месяц я приезжал, меня отпускали там, а 10 дней в Россию, и я играл 10 дней в России на русском языке, тут же улетал в воскресенье, там, в понедельник у меня единственный выходной был после блока, получается, вампиров в России, я в понедельник вот в свой выходной перелетал в Берлин, у меня был выходной, ну, типа выходной, да, я перелетел, отдохнул, и во вторник уже приходил снова там какой-нибудь коуч, разминка на немецком языке, занятие фонетикой, и вечером опять пошел. Отучил тебя? Потому что фонетика продолжалась у меня все эти 6 месяцев, каждую, каждые 2 недели у меня был урок. — Ты до этого немецкий вообще как-то? — Вообще никак. — А ты учил текст, просто зазубривал, или ты по смыслам все это соединял? — Нет, по смыслам, конечно, да, мы разбирали все это с переводом каждого слова, что слово означает, как оно употребляется, глагол, существительные, сказуемые, подлежащие, прилагательные, все мы это разбирали. — Это невероятный опыт. — Да, да, но вода камень точит. — Чем принципиально отличается публика в Германии от публики в России? Для тебя по внутренним ощущениям, как артиста, когда ты выходил и там, и там на сцену? — Ну, я имею в виду, что тогда как-то ты привык. — Мне кажется, там более открыто, эмоционально реагирует. Нравится, нравится, не нравится, не нравится. То есть там и взрываются, если взрывается, там зал аплодисментами или овациями, или с криками, то есть это реально взрыв, как на рок-концерте. Очень внимательный. А потом, не знаю, просто я никогда не задумывался, наверное. Ну, задумывался, но очень мало на эту тему, как отличаются там и сям. — Не, я имею в виду по внутренним каким-то ощущениям. — Да, ну вот по внутренним ощущениям вот так вот, наверное. А чтобы анализировать, ну, это не моя профессия, мне не интересно. — Там, в Германии, ты был такой же, такой же яркой звездой, можно так сказать, да, как и здесь, в этой роли. — Там я был один из звезд, я надеюсь. — Но там были поклонники? — Конечно, и есть, и остаются, и они стали приезжать, многие поклонники стали приезжать из Германии в Россию на другие спектакли, на концерты, следить. Приходить с подарками, общаться мы там и в разумных пределах, и переписываемся где-то, что-то там, поздравляем друг друга с какими-то праздниками. И большое количество немецких поклонников очень стало следить за тем, что происходит у нас в жанре мюзикл. — Слушай, вот эта роль, она, ну, для тебя, по моему мнению, я думаю, что по мнению многих, это роль, которая вот когда, вот, артист, ну, вот так. То есть она прям, прям для тебя. Как будто бы композитор сидел, знал все про тебя, знал все, все твои возможности. Мешало ли тебе это когда-то потом, после того, как этот проект уже долгое время шел? — Ну, я рад, что создается такое впечатление, что эта роль написана для меня. На самом деле не очень, потому что манеру исполнения Кролока на русском языке, потом на немецком языке мы делали, находили вместе, если можно выразить так, искусственно или не искусственно, наверное, искусственно, с Еленой Булановой. Мы искали этот тембр, мы выстраивали всю партию в этом тембре, в этой подаче, в которой я вообще никогда не пел. — Но это было в тебе? — Ну... — Ну, если ты это сделал, значит, это где-то было в тебе? — Если я это сделал, это не значит, что оно было. Что действительно я... — То есть это новый какой-то скилл? — Это какой-то новый, абсолютно новый, да. Это новая, действительно, наработка и новый опыт. Потому что вот в такой манере, в такой подаче я действительно никогда в жизни не пел. — Ты помнишь первое выступление, первый выход на зритель? Какая была реакция? — Нет... — Ты помнишь? — Смутно, да. Смутно помню. Все так смешалось в доме Аблонских. Но вообще, да, я помню ощущение от того, что народ начал сходить с ума на эту тему. Но у нас это началось в трупе гораздо раньше, когда мы начали репетировать, когда мы начали погружаться в материал. Так вокруг людей в трупе начал электризоваться воздух. То есть какая-то энергия вампирской какой-то темной, можно даже сказать, сексуальной энергии, она начала вот в трупе как-то очень мощно... — Аккумулироваться. — Аккумулироваться, да. И все... Ты же это чувствуешь? Что происходит? Не знаю, что происходит. Вот такие ощущения как бы были. Это вампиры. Ага, точно, это вампиры. Ну ладно, нормально. Поехали дальше, работаем. Тебя наверняка спрашивали этот дурацкий вопрос, прости, что я его задам. И некоторые вопросы, которые уже задавал, они тебе задавались часто. Просто я, когда готовлюсь к интервью, я стараюсь по минимуму смотреть предыдущие интервью и задавать все такие вопросы, которые мне интересны. Вот эта история для меня, она, мне кажется, все же больше светлая, чем темная. Ну, балл вампиров. Как для тебя? Это сказка или это про наши дни, про темные времена? Ну, в любой хорошей сказке должен быть намек. Как говорит продюсер Первого канала Верещагин, это притча. Я не знаю, мне старшие ребята рассказывают. В каждой сказке должен быть какой-то, какая-то мораль должна быть. Какой-то подтекст, какое-то вложение, месседж для того, чтобы быть донесенным до своего зрителя, до своего слушателя и до того, кому предназначено. Не скрою, очень много людей имеют как бы свои восприятия этой сказки. И каждый с нее снимает настолько она вот как бы многоуровневая, многопластовая, что каждый с нее снимает свой слой, который доступен именно ему, именно сейчас. Кому-то нравится одно, кому-то другое, третье, четвертое. До смысла доходят не все. Но что-то она туда роняет. Какое-то зерно оно роняет, которое впоследствии начинает расти и вырастает во что-то. Для тебя это какой смысл? Какой смысл несет эта сказка? Ну, в трех словах. В трех словах посмотрите, как мы живем. Оглянитесь на себя. То есть я стараюсь всегда все равно ставить такое зеркало перед зрителем. А правильно ли вы живете? Правильно ли вы поступаете? Не узнаете ли вы себя в отрицательных персонажах? Подумайте над этим. У тебя прошло недавно два онлайн-концерта. Это такое же волнение, как перед выходом на обычный концерт? Или это как по-другому? Можно описать свои ощущения? Вообще, вот сейчас вот такой онлайн-жизнь. Есть очень сходные ощущения от выхода на обычный концерт и вот выхода в онлайн. Для меня даже сходные ощущения с тем, что я... Вот вообще никого нет. В комнате я беру телефон, начинаю себя снимать, что-то на видео. Это стресс, да? Это стресс. Ваня, это приближение старости. Даже я знаю, что никто не увидит. Нет, это всегда было. Как бы камера на меня действует всегда, как на... Я вхожу в ступор. А, в этот. В положение суслика, да? Да, в суслика. Я в основном. Поэтому мне нужно абсолютно четко знать, что я делаю, чего я хочу, что я хочу сказать. Как я... Ну, как бы, как это уже другой вопрос. Но что я хочу сказать. Поэтому это, вот, это мне дает возможность расслабиться и заняться делом. Потому что самое страшное, когда актер не знает на сцене или в кадре, что ему делать. Ну, вот это про меня. Это про меня. Есть актеры блестящие, в тостении, в звезды, импровизаторы, которые из любой ситуации вот так вот и сделают конфетку. Абсолютно в любой. Даже не зная, чего делать, даже уйдя в другую сторону. Я впадаю в ступор. Ты можешь вспомнить какую-то роль или проект режиссера, который тебе не поставил правильную задачу, и ты не знал, что делать, и тебе пришлось самому что-то себе придумывать, накручивать как-то правильно, неправильно и так далее? Да были такие проекты, конечно. Большинство, наверное. Большинство. Но с опытом приходит умение действительно выстраивать роль от начала до конца, ну, по крайней мере, основные какие-то части, а потом уже, как бусинки на нитку, нанизывать составные отдельные сцены. Песня. 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 чем она во первых на очень похожа на роль графа фон кролока согласно сложение не похожа на она похожа только тем что это две сущности которых мы не можем постичь темные сущные до темные неважно темные не буду не будем отрывать слова темные две сущности которые смысл и глубину которых мы не можем постичь потому что мы не можем быть бессмертными и кровью и пить для пропитания кровь да просто можем скоррелировать там как-то сассоциировать о чем это действительно на самом деле в жизни что может быть примерно представить себе также мы не можем себе представить сущность и глубину сознания князя тьмы воланда его могущественности не говорю я специально не говорю все могущества да его могущественности его трагедию падения и его постоянного спора и вызова да опять же там начиная фантазировать и приводя это все какой-то морали да и к смыслу так ли действительно ли есть у них вот такое соперничество или она на первый взгляд кажется все равно же он часть той силы которая хочет зла но часть это зла хочет зла но и совершает благо но все равно часть вот этого того божественного свет светлого ну как бы всеобщего единого и может быть это у них какой-то договоренность есть о том что вот это такая лакмусовая бумажка которая вскрывает все плохое да искушает до как монахи говорят чем ближе к богу тем больше искушений и страшно было браться за такую роль но мы в принципе не знали к чему это выведет дойдет ли это до премьеры дойдет ли это до зрителей будет ли это играться поэтому нет почему-то после кролока вниз перестала быть страшно вот такие вещи то есть верится да именно перед кролоком я еще колебался оставаться петь в храме в монастыре с казаками еще тогда у меня коллектив появился хор брависсимо который тоже небольшие но корпоративные какие-то ли выступления там в кремле были вот в этом направлении идти или все бросить и отрезать ну как бы по крайней мере на долгое время и ринуться с головой был вампир но когда я посмотрел спектакль в вене я понял что все нет на это это надо действительно и у меня даже я спрашивал там у знающих людей которые типа ну можно даже и без кавычек там знаю видящие люди там экстрасенсы не знаю кто-то про провинции был я задавал вопрос куда идти туда или сюда пришел ответ я сделал этот выбор и не жалею не жалею можешь назвать несколько актеров твоих коллег с которыми было максимально комфортно работать которые тебя слышали которых ты слышал которые вы цеплялись прямо петелька крючочек но троих пятерых человек я понимаю что сейчас не хватит никого обидеть не хочется никого обидеть но это хорошо самого-то они почти все любимый тандем вот они почти все почти все с кем наверное я не наигрался да вот давай так вот меньше всего из кем мне было абсолютно комфортно на сцене всегда это аня ковальчук вот я выходил в оландом и все я чувствовал что я за каменной стеной это все мы видим друг друга мы взаимодействие мы оцениваем и мы как бы даем друг другу вот эти вот взаимодействие но это вот наверное потому что мы не не наигрались вместе слишком мало спектаклей можно ли проанализировать ситуацию к 2020 году это не политический вопрос проанализировать ситуацию сейчас увеличилось количество крутых профессиональных артистов в жанре мюзикла и мы только на начальном этапе увеличивается увеличивается какое-то время назад я думал что мы как бы в деградируем буквально там год два-три-четыре не знаю назад было ощущение что приходят люди из института вообще там никогда не учившиеся из театрального ну сейчас периодически тоже такое есть приходит им вроде бы ты понимаешь что человек ну как бы знаешь да закончил гитис гитис российской академии театра искусства даже университет но это корни гитис а человек даже не то что для ремесла вот на волны настолько нет фактура голос спасибо до свидания но это же постоянная проблема была когда ну взять доминго до гениальный человек соединен голос и великолепный актерский талант а зачастую это люди которые либо поют либо играют мне кажется мюзикл он дает возможность людям которые не знаю не очень там не супер круто поют но благодаря их актерскому актерскому удару они не могут перекрыв на момент главное не как ты поешь о чем ты поешь главное смысл но если ты ничего не понимаешь в актерском и своим голосом фантастическим и музыкальностью и глубиной музыкальные мысли передаешь и заставляешь людей плакать ради бога это счастье и мне пример в оперном театре это франко карелли потому что когда я в институте слушал его диск постоянно и я переживал столько эмоций он же он же король верхнего то потом я увидел видео и я был просто в шоке что просто стоит труба и поет и поет перевернулась немножко это было давно да это было давно попробуй пересмотреть может другому взглянуть возможно иногда взгляд очень сильно меняется когда ты чем меньше ты знаешь тем больше ты судишь вот я так для себя это вывел чем больше я чем больше у меня опыта и чем больше у меня каких-то действительно умений и знаний тем я больше понимаю что я ничего не понимаю какую музыку ты слушаешь в основном то который мне предстоит исполнять в большинстве случаев то есть но я я готовлюсь к концертам и я слушаю ту музыку который мне придется я еще разные исполнения подбирают для себя какой-то идеальный ну и не идеальный примерный формат направления звучания джировки настроение и после этого я там либо делаю либо нахожу минуса и уже сам начинают пропевать все время если я не готовлюсь такое бывает редко но если это концерт прошел мне нужно как-то переключиться все я просто включаю радио эрмитаж например или в москве радио джаз или релакс фэм и просто вот подряд то что идет джаз легкий джаз смуз там фанк еще что-то еще что вот в этом направлении а любимый композитор из классической музыки да их много как можно любимого одного выбрать но кто-то кто у тебя прямо это которую ты можешь включить и и душе хорошо на душе хорошо так сказать фаническая музыка или из классики может быть кто угодно но давай так можно назвать троих исполнителей классических оперных или мюзикловых исполнителей которые тебе наиболее близки зарубежных или наших кто для тебя является примером в некотором с некоторой степени от кого ты можешь что-то что-то взять перенять применить много много да много не выделяешь на себя каких-то конкретных людей ну выделяю но их правда действительно много то есть если то есть это по мере там моего становления ну он так и остался когда изначально я начал только готовится только готовится к поступлению в москву потому что я буду петь выбрал для себя например николая гедду но он как был тогда он так и остался сейчас супер профессионалом и до которого очень мало кто там на этом уровне поет ну поют но вот именно то звучание то тот тембр то наполнение музыкальное это просто образец да какое-то время там я слушал потрясающего еврейского кантера жана пирса ян пирс это фантастические какие-то его можно найти в есть он в записи особенно его песни на идише просто какая-то феноменальная техника феноменальные верха там выровненность всего диапазона какое-то время было и повороте какое-то время там карерас и доминга может в меньшей степени потому что он более баритональный все-таки да более крепкий тенор если повороте более лирический но он весь репертуар пел карерас лирический с переходом да вот на такое он более сам как определяешь свой голос никак не определяю тенор но я имею ввиду есть какой-то название ну и так грубо говоря драматический тенор лирический тенор лирическим тенором я думаю что в этом направлении осталось да у меня где-то диапазон диапазон вниз со временем расширился верха верха стали не такие может быть стабильные но тем не менее они есть бывают верха бывают есть есть бывают ты играешь дело не в том что как бы где высоко низко дело в том как бы опять же наполнено как это о чем это и зачем это ты на своих концертах используешь музыкальный инструмент гитара когда ты начал играть на гитаре или это просто для тебя тоже подростковом возрасте это последний как раз к школу я наверно закончил и готовился к поступлению в театральную мне было 15 лет 14 лет 14 лет в конце 14 года я начал играть на гитаре потому что я параллельно еще занимался на ходил в клуб самодеятельной песни там надо было играть на гитаре и не было минусовок не было и долго еще не 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 появились бы мне это зацепило и я взял два месяца пока месяца летом у меня появилась гитара мне подарил ее и я освоил основные аккорды и вообще как бы структуру начал научился достаточно быстро подбирать в общем почти любую песню были какие-то роли когда ты соглашался скрипя сердце ну то есть тебе было некомфортно ты не очень хотел но понимал что лучше поучаствовать в этом проекте и и если было то как-то этот вызов самому себе но я онегина год динамил все отказывался а джекил сразу согласился джекил я согласился я хотел его играть но у меня тогда когда была премьера джекил у меня была премьера и в москве в тот год призрак опера да да наверное это был призрак и я уезжал оттуда туда сюда сюда я вот так ездил никто меня не хотел отпускать не из той репетиции не не с этой репетиции но в итоге вампиры в общем-то были оказались важнее и были важнее чем джекил и здесь я какое-то время прям параллельно перед премьерой пропустил и упустил возможность выйти в премьеру и стали премьерным составом я не жалею об этом все сложилось так как должно было быть но не было у меня ощущения что джекил я не хочу играть наоборот я хотел бы играть москва были перспективные в плане мюзиклов нежели петербург или сейчас если вот видишь для меня история показывает что петербург для меня более перспективный в плане продвижения мне кажется балл вампиров он в принципе немножечко перетянул в москву и она такая обиделась поэтому да не на следующий там какой-то сезон взяли поиграли вампиров но в москве не зашел не зашел так как в петербурге хотя хотя в москве не больше всего понравилось на что там же больше сцена да и там вот эта тень огромная да 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 ну да там больше сцена там больше сцена но за счет этого он как раз таки вот потерял какую-то свою уютность камерность наверное и того что вот это вот все происходит рядом практически уже у тебя за воротником все был огромный зал и да и не такого ощущения и мне было странно тебя спрашивают почему все-таки такие перетрубации с текстом решили сделать какие-то слова заменили как будто это прямо сильно повлияет на на что-то тут были несколько причин насколько я знаю о смене текста боялись агрессивно настроенных каких-то радикальных организаций во-первых православных во вторых в москве как бы наверное проще с какой-то стороны относятся к аксуальным сексуальным меньшинствам непривычное какое-то словосочетание для меня и и и и и ну было принято да и вот они продакшен решил отдел продакшена решил что вот так будет правильнее так будет надежнее вкуснее и что вот это вот там не о том не совсем я согласен не создавался это у некоторых моментах прям пошло в понимании неприкольно пошло ну то есть как-то так я говорю не совсем я был согласен но с другой стороны я знаю немецкий текст идеальный до как-то на котором было написано этот мюзикл и там перевод еще но нет он не достичь чески на он фантастический и занимаешься спортом я посмотрел твой инстаграм ты постоянно бегаешь когда у тебя это началось увлечение когда ты начал заниматься бегом ну бегать для себя вот так по как бы ради интереса ради такого прикола ну не знаю прикол не приколы для для себя решил для здоровья наверное да потому что в 2005 году работая в кошках я почему-то в тот год то ли после то ли во время спектакля того проката то ли сразу после я почему-то обнаружил что начал расти живот ничего другого да кошачий какой-то живот то ли связано это с травмой тогда я сорвал спину и мне вылезла межпозвонковая грыжа в пояснице то ли это просто возраста какой-то уже там произошли произошли возрастные изменения тогда еще в 2005 году да что мне там было 27 лет ну вот и с той поры я начал искать для себя какой-то способ сброса лишних калорий ну как бы так использование как то это был велосипед поначалу какие-то там небольшие большие прогулки на велосипеде потом появился бег я попробовал и ну мне понравилось мне зацепило была возможность я выбегал из дома добегал там километр полтора до лесопарка и по лесопарку уже чесал там еще километра два-три до озера там купался одевался дальше и бежал обратно там турник брусья еще что то то есть такая полуторачасовая пробежка тренировка вот она какой-то давала заряд бодрости я понял что я при этом чувствую себя более наполненным силами энергией и мне легче дается все остальное то есть это это сброс какой-то такой физической ну и любой выплеск энергии обмен энергии назовем это так ну и закалка и здоровье в общем все это сейчас ты продолжаешь да вот а потом буквально несколько лет назад года три наверное или четыре я начал как-то неожиданно для себя понял что ну там шесть семь километров это наверное много ну дай-ка я попробую увеличить там почему бы не пробежать десять мне интересно было там после фильма фореста гамп да понятие вообще смогу ли я бежать три месяца напролет до океана и обратно вообще насколько это интересно и вообще все события происходят очень как бы вот случайно может быть они как-то каким-то образом подготавливаются но я просто как-то помню такой вечер я вышел из дома в магазин там зачем-то нужно было вечером в десять вышел на дорогу до магазина там километр-полтора я просто почему-то побежал в магазин вот медленно потихонечку так бежал и я пробежав там километр понял что я не устаю и не задыхаюсь так как я после того как я бегал в школе там на каких-то уроках физкультуры раздражал и я всегда от физкультуры открещивался и брал освободительные справки по состоянию здоровья и не ходил на физкультуру забивал но здесь вот мне показалось это любопытным и интересным и не знаю наверное все таки вот этот какой-то миф не миф а реклама бега форостиганта меня сразила и убедила потому что интересно я вчера наткнулся на стендап американского комика он говорит что вы понимаете что вы не можете бежать когда вы уже много лет только когда начинаете бежать и это по-моему очень правильное цитата у тебя такого я уверен не будет что ты продолжаешь бежать и нет и это правильно скажи ты мой коллега не только как актер ты малогодетный отец у тебя четверо детей ну да я всегда говорил что четверо да мне уже двое внуков если так вот если выбирать если считать что старшая дочь моей бывшей жены Катя которую я воспитывал с 9 лет в общем я ее считаю своей потому что самый как бы возраст такой взрослый ну становление то есть переход она с ребенка в подростка и как бы собственно во взрослого человека перешел со мной под моим отцовством чутким отцовством и воспитанием наверное хотя у нее свой характер и невозможно было его никак как бы не и никто и не пытался наверное и сломить и изменить она стала потрясающим удивительным человеком со своим с хорошим характером она нашла она преподает йогу она занимается очень много йогой она воспитывает двух дочерей то есть сейчас в карантине она в марте поехав на Шри-Ланку там и осталась то есть вот она на карантине на Шри-Ланке с двумя детьми одна муж работает дома здесь в Москве она с двумя детьми одна на Шри-Ланке на берегу океана практикует йогу ест фрукты наслаждается жизнью другие дети помладше сколько их другие дети достаточно уже выросли подросли сыну будет сейчас летом 18 мы с ним уже работаем вовсю он звукорежиссер окончил много курсов много практикует на студии на студии для себя всегда хотел ну не всегда хотел а вот в последнее время когда он начал заниматься видел себя как студийный звукорежиссер но я его стал привлекать к концертам то есть вот последние несколько концертов я с ним провел и это очень здорово это очень удобно это очень комфортно у меня был как раз вопрос часто ли твои дети посещают твой концерт сын сын уже часто с дочерью мы спели дуэт зимой в одном из моих концертов сольных она профессионально планирует заниматься да она занимается вокалом и профессионально хочет стать профессиональной певицей младшая так же как и средняя и сын занимается тоже в театре синяя птица у Анастасии Удаловой уже играет в тюзи главную роль в кентервильском привидении то есть ты зародила такую да но я не хотел вообще не насильно им пришлось наверное видимо деваться было уже некуда дурной пример заразить но бывает такое когда семьи артистов говорят ой не дай бог я никогда такого не говорил и не говорил как бы идите в актерское видимо опыт перед глазами надеюсь что вроде бы как бы похоже все идет к тому что успешный опыт пример перед глазами сыграл свою роль в выборе как бы этого направления не знаю как дальше сложится разочаруется не разочаруется наоборот продолжат ну все к тому что вот целенаправленно идут в этом направлении чего тебе не хватает сейчас в режиме самоизоляции дурацкое слово я уже устал от него но оно есть как ни странно времени времени примерно как проходит день вот ты проснулся ты говоришь что у тебя я могу проснулся да я могу проснуться в девять но пока всех поздравишь там в фейсбуке и вконтакте с днем рождения друзей много пока раскачаешься пока посмотришь новости про коронавирус потом встанешь сделаешь там какую-то разминку зарядку пробежишь сколько там четыре пять вот последний раз бегал двенадцать километров такую длительную тренировку прибежишь растянешься заминка турник еще что-то пока все это вот походишь сходишь в душ придешь к завтракать уже время два-три часа считаю полдня прошло и дальше уже надо куда-то подгружаться там начинать записывать что-то видео какие-то записывать поздравление участие в каких-то песнях на карантине онлайн записи видео аудио изучение там материала нового запись диска подбор нового там не диска запись этих песен подбор нового материала к этому в общем не знаешь куда за что хвататься потому что надо какой-то план составлять надо вот это чтобы чтобы все поднемножку по чуть-чуть но но делать за день да чтобы не оставлять потом не накопилось а у меня концерт уже через три дня у меня не выучен текст и не я же даже не проговорить не могу чтобы в последний момент все это не оставалось и вот так вот до поздней ночи вчера я говорю пол первого только закончил демо какой-то запись поставил на компьютер программу записывающий секвенсер то есть ты же погружаешься в эти века микрофон поставил подключил звуковую карту какую-то древнюю мне привезли друзья дали попользоваться почему-то не могу разобраться почему-то пишет идет на одну дорожку в этот самый весь микс и микрофон и фонограмма и все приходит на одну дорожку как это звоню дани говорю помогай ты мне поставил ты ты меня я тебя продел ты мне помогай вот он подключается на удаленке за 40 километров я смотрю его уже мышкой по моему экрану мне это я видел ползает да вот здесь все просто вот отсюда сюда я где куда все хорошо догнал давай пишем хорошо нажмешь нажму он там где-то по удаленке нажимает мышкой нажимает запись на компьютере я начинаю петь стоп стоп второй туполь а во все разобрался сам давай хорошо как отрендерить дорожки в таком тебе осталось зарегистрироваться в тик токе и все нет зачем и все нет я зарегистрировался уже даже на убс завел себе там все я могу себе делать прямые эфиры с нескольких камер купил съездил видеокарту захвата которая захватывает с gopro с камерой с этой можно подключить профессиональные камеры делать прям монтаж чуть ли не из дома не хватает только хорошего качественного интернета это да а сейчас у всех так потому что сейчас все пользуются нет но все у всех выделенка а у нас антенна стоит на йоту и прием там в какой-то то скачет 70 мегабайт в секунду то 3 мегабайта в секунду 3 мегабит вообще какой-то трэш ты можешь дать какие-то 3 совета артистам актерам певцам я себе не разграничиваю эту историю да три совета что самое главное нужно в себе замечать чтобы двигаться вперед чтобы твоя работа максимально была продуктивна ну идеальный был девиз и слова которые нам всегда говорил наш мастер нашего курса Игорь Николаевич Исулович это идеально это тоже не его фраза он как бы любил ее приводить пример цитировать не бойтесь совершенства оно недостижимо вот это такой очень мощный двигатель в попе который заставляет двигаться всегда вперед наш мастер говорил актерское шило да да шило да чем будем удивлять сегодня период самоизоляции это как раз очень актуальная история чтобы не лежать на диване а все равно что-то делать двигаться да поэтому зародилось движение мюзикл на карантине чтобы никто не сидел все сидят с ума сходят да все поете не поете давайте почти сто человек почти сотни человек актеров мюзикла наших российских европейских бродвейских приняли участие в записи вот мы писали do you hear the people sing из отверженных из La Miserable почти сто человек со всех континентов да из Европы из Америки огромное количество наших актеров записали Леша Франдетти все это свел смонтировал и там целая команда работала и Миша Соколик звукорежиссер потрясающий и Армен в общем музыкальный руководитель ну все все всех надо как-то занимать и на осетинском мы спели песню с Леной Газаевой и другую песню записали и девочки записали все как бы движение продолжается какое-то в любом случае когда все это закончится мы уверены что это закончится достаточно скоро мы надеемся на это ну и мы уверены в том что закончится скоро потом если вдруг что-нибудь еще похожее произойдет у нас уже будет все видеокарта да достает да я думаю что это все поможет и в обычной в обычной как называемом гражданской жизни ну то есть когда ты понимаешь что ты можешь что-то записать дома и сделать и тебе не надо у вас говорят идут спектакли будут в обычную ну как бы время будут идти спектакли а для тех зрителей которые там из других городов можете организовать онлайн трансляцию ну конечно можем да да теперь уже можем ваня спасибо тебе большое за разговор спасибо было очень приятно не жмем руки потому что самоизоляция самоизоляция у нас в гостях был Иван Ажогин актер певец замечательный человек подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на Ваню я оставлю ссылку на его инстаграм на его ютуб канал у тебя есть ютуб канал? есть ютуб канал есть вконтакте есть фейсбук когда ближайший концерт у тебя? 21 мая 21 мая это живой концерт онлайн онлайн концерт 21 мая песни о любви на разных языках мира круто живое сопровождение рояль скрипка спасибо ивент Агонек интервью с интересными людьми Продолжение следует...